Как много интересных и важных культурных событий проходит на нашем острове. Сегодня нас пригласили в театр «Сатирику» в Никосии на торжественное открытие международного театрального фестиваля «Пять вечеров на Кипре». В рамках фестиваля примут участие коллективы из России, Армении, Казахстана и Беларуси. Первым же выйдет на сцену Ереванский театр «Амазгаин» с авангардным спектаклем «Люббёв». Должна заметить, фестиваль организован максимально удобно для зрителя. Он проходит во всех городах Кипра в два этапа – с 7 по 9 и с 14 по 16 февраля. У меня мой любимый спектакль «Пиковые дамы» Александра Сергеевича Пушкина. У фестиваля есть название «Судьба», и вот в этом произведении, как ни в каком другом Александра Сергеевича, это прослеживается. Можно ли бросать вызов судьбе и можно ли победить свою судьбу? Ну вот, об этом предлагаю завтра прийти на спектакль и посмотреть. Когда ты приезжаешь в город, который тебе неизвестен, хочется посмотреть много. А когда ты много передвигаешься, ездишь, смотришь... Я сегодня был в одном монастыре, были мы в каких-то деревушках, я название пока еще не очень хорошо запомнил. Когда ты заходишь в маленькие церквушки, которые стоят где-то на дороге, и ты думаешь, боже мой, какая культура, сколько слоев культуры наслаивались друг на друга, развиваются и существуют вот здесь. И это, ну, такой центр, в который хочется погрузиться поглубже, посмотреть повнимательнее. И потом это же православная культура, что мне очень близко, что тоже очень важно. А честно говоря, я впервые в прошлом году, я не был на этом мероприятии. Сегодня мне удостоилась, предоставилась возможность выступить с приветственным словом, поприсутствовать, передать приветственные слова посла России на Кипре Станислава Сачева. Я очень рад и с удовольствием посмотрю спектакль, и, возможно, даже, если будет возможность, побываю в других городах Кипра, где также будут идти представления этого фестиваля. Я, в принципе, люблю культурные события и, в первую очередь, театральные выступления. А учитывая то, что здесь, на Кипре, зачастую русскоязычному человеку именно этого не хватает, то я думаю, что все представления будут востребованы. И, например, я с удовольствием, по возможности, конечно, постараюсь посетить все. Спасибо. 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 В первую очередь, как представитель армянской диаспоры на Кипре, я хочу сказать, что я очень горд, что этот театральный коллектив выступает сегодня здесь. Через театр мы многому учимся, это взаимодействие между разными культурами. Я читал и я видел этот спектакль в Ереване, и мы с нетерпением ждем очень интересное и очень хорошее представление. Я очень рад видеть здесь многих представителей кипрской армянской диаспоры. Я уверен, что все мы насладимся сегодняшним спектаклью. Мы пришли, потому что наш театр Амазгаин из Еревана сегодня выступает. И я знаю, что это русский фестиваль, и мы ожидали, что мы абсолютно ничего не поймем, но все оказалось не так. Это тот случай, когда театральная постановка такого качества, что нам практически не нужны были слова, чтобы наслаждаться спектаклем. Спасибо всем, благодаря кому состоялся этот фестиваль, всем, кто поддерживает его. Я думаю, что приду еще. И я понимаю, что язык это определенно не барьер. Это была замечательная экспертность для нас. Спасибо. Такие эмоции, такие лица. Мы сидели на втором ряду. Просто глаз не оторвать. Это что-то невероятное было. Просто невероятное. Мне понравилась их игра, мимика. Все это, я не знаю. Вот смотришь и чувствуешь, что человек чувствует то, что он играет. У меня было впечатление, что я в экспериментальном каком-то мире живу. Вот вижу, как они все это делают и хочу понять, что они чувствуют, когда играют. Они прекрасные. Я их обожаю. Дорогие зрители, кому не удалось посетить открытие фестиваля, пожалуйста, не расстраивайтесь. У вас есть прекрасная возможность посетить следующие спектакли в рамках фестиваля. 14 числа пройдет спектакль «Дракон» в Ларнаке. 15-го – комедия «Ханума» в Пафосе. И 16-го февраля мистическая драма «Панночка» в Театре Риалту закрывает фестиваль. Закрытие будет торжественным. Не пропустите. Это был светский выход специально для Russian TV World. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok